Привет, друзья! Конечно, интересно знать, какие вы сделали выводы из нашей встречи, ликбеза бесплатного, которую мы сейчас прошли. Я вам сейчас хочу сказать одну вещь. Как важно помнить мой афоризм, мы не в головах живём друг у друга. Дело в том, что мне там девушка задала вопрос, я после ковида, и я вот сейчас рисовать начала, и вроде у меня настроение хорошее, а рисую всё чёрное. Это о чём говорит? Ну, я там отвечал, пытался. Дело в том, что я же и не живу в голове у другого человека. Она не живёт в голове у меня. Мы не живём в головах друг у друга. Поэтому вопросы надо формулировать правильно, задавать. Особенно, если вы пишете, например, вопрос подробнее, чтобы было понятно, о чём человек говорит. Я там сказал, что, может быть, на дне вашего состояния, хоть вы чувствуете себя нормально, а рисуете, и чёрное всё бывает, как вы говорите, может быть, на дне состояния, там всё-таки печаль, грусть какая-то, тревожность, может быть, депрессия какая-то. А тут я подумал. А может, она не сказала о том, что она первый раз в жизни рисует, может быть. Может быть, она не знает, как краски смешивать. Если, может, человек не знает, что надо каждый раз, чтобы кисточка чистая была. Сделал мазочек, хочешь другую краску взять, вытри, брось салфетку мусорную. Я могу показать эту технику. Вот у нас недавно мастер-класс был, как рисовать, я показывал. Кисточка должна быть чистая. А вдруг у неё, я же не знаю, мы же не живём в головах друг у друга. Вдруг у неё первый раз в жизни она пыталась рисовать. Она там у меня ещё сказала на ликбезе, или где-то она написала мне в Инстаграме, вот сейчас я видел, может, это она, может, нет, что я, как вы, говорит, рассказывали, рисовала и думала, о чём думается. То есть пустила мысли на самотёк и рисовала, как получается, а получила всё чёрное. Хотя у меня состояние нормальное. Это у меня плохое состояние или как? Вот в том-то всё и дело. А сказала бы, первый раз в жизни, может, краски взяла. Может, не знаешь, как их смешивать, может, не знаешь, как их подбирать, может, состояние-то нормальное, просто ещё рисовать не умеешь. Ну, это же много тут всего. Поэтому, друзья, я это видео специально делаю. Сказать вам свой афоризм, который я очень люблю, потому что он очень правильный. Сколько я работаю в интернете, столько я с этим сталкиваюсь. Сколько я смотрю свой Фейсбук или ВКонтакт. Когда пишут комменты, часто люди не задумываются, что мы не живём в головах друг у друга. И пишут так вопрос. Для него, кто пишет, это очевидно. То, что он пишет, самоочевидно. А для читающего или слушающего этот вопрос, это не самоочевидно, а уже мы не живём в головах друг у друга. Поэтому научитесь правильно задавать вопросы. Представляйте себе в этот момент, что человек не живёт у вас в голове и не видит вещи вашими глазами, и не слышит вашими ушами. И поэтому обычный диалог всегда происходит. Человеку кажется, что он говорит с кем-то, на самом деле говорит сам с собой. Поэтому все ошибки общения происходят. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok